Минута в минуту. Радио. Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ну а мы открываем программу. Программу Климат-контроль. И у нас на прямой связи морской геолог, журналист, пишущий о науке, учёный Константин Рангс. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Мы периодически как бы вспоминаем, и темы, о которых уже говорили. Надеемся на ваше тоже живое участие. Это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Телефоны не изменились. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вдруг надумаете написать нам. Пишите на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Тоже способ связи. Просто в одной из программ Климат-контроль. Вот мы с Константином Рангсом говорили о том, что если в прошлом люди очень бережно относились к вещам, и они переходили буквально из поколения в поколение. И там до сих пор, я знаю, что в интернете выкладываются какие-то интересные посты, где пишут о том, что там магнитофон какой-нибудь, который работает до сих пор, телефонный аппарат, по которому можно звонить, ну, радиоприемник там 50-х, 40-х годов, который по-прежнему ловит музыку и в прекрасном состоянии. И мы вместе с тем видим то, что вещи, сделанные сегодня, выпущенные в наши дни, они как будто бы рассчитаны на короткий срок жизни. И, ну, прямо вот подталкивали людей постоянно обновлять мобильные телефоны, менять на более какие-то прогрессивные телевизоры там и прочее, прочее, прочее. Вот, я так понимаю, мы тогда вот говорили о том, что в Евросоюзе озаботились, ну, вот таким безумством потребления и вступили в силу, должны были вступить, вот сейчас вот эти колесики прокручиваются, и сейчас мы вступаем в новую эру, и Евросоюз пытается поменять психологию людей и призывает их бережнее вот относиться, скорее не выбрасывать, а ремонтировать поломавшиеся вещи. Ну, это такое длинное было вступление, преамбула. Вот сейчас Константин, наверное, продолжит уже. Добрый день. Я хочу сказать, что да, в прошлом году у нас была не одна, по-моему, а даже две передачи, где мы упоминали об этом движении, которое существует и в США, и в Европе, в Британии в частности. Оно очень развилось. Райки ОИП, право на ремонт. И надо сказать, что там вопрос, идея этого движения была двоякая. С одной стороны, говорили о том, что, ну, простите, в Европе на каждого человека приходится за год 16 килограмм отходов электротехник. Ну, имеется, например, те же чайники, да, это компьютеры, смартфоны, зарядные устройства, да все, что угодно. Все, что относится к электротехнике, вот 16 килограмм на каждого человека, включая младенцев и глубоких стариков. Ужас. Совершенно чудовищное количество. Причем перерабатывается от этого только небольшая сравнительная часть, потому что далеко не все реально можно нормально разобрать. Вот в чем проблема. Вторая сторона, это то, что, с чем столкнулись в прошлом году на волне ковида, это то, что люди остаются без работы. И у них становится меньше денег, а с другой стороны им нужно все равно что-то делать с техникой. Вот, допустим, сломался чайник. Обыкновенная какая-то штучка, фитюлька, выключатель. И вот человек, с одной стороны, поменял бы там этот выключатель и дальше пользовался чайником, потому что денег у него не так-то и много, как раньше было. А не получится, потому что выключателя такого нету, да и сам чайник сделан таким образом, что его можно только распилить ножовкой, его нельзя развинтить. Все заштамповано насмерть. И вот это очень сильно возбуждало в таком общественности, и она таки смогла пробить это через своих депутатов. И вот с 1 марта 2021 года закон о ремонте вступил в Европейском Союзе в силу. Вот можно сказать, что то, о чем мы так долго говорили, свершилось. А что это значит в закон о ремонте? Закон о ремонте – это закон, который в первую очередь относится к производителям. То есть теперь компании, которые продают холодильники, стиральные машины, фены, телевизоры в Европейском Союзе, должны будут гарантировать, что эти приборы можно будет отремонтировать в течение следующих десяти лет. То есть это очень важный момент. То есть, по сути дела, нельзя купить теперь изделие, которое нельзя отремонтировать. Но это касается, конечно, сейчас не всех. Это в первую очередь крупная техника. Но, тем не менее, планируется, что это правило будет распространяться. Ежегодно будет список увеличен. Потом предполагается, что будет введена такая специальная вещь, как обязательный выпуск запчастей. После того, как вы выпустили, условно говоря, последнюю стиральную машину модели XYZ, вот после этого еще 10 лет на нее нужно выпускать запчасти. Ну, это, кстати, очень здорово, потому что мы знаем, как только исчезает какая-то модель из продажи, все, практически найти запчасти к ней невозможно. Там, например, ну, да, вот я помню, что когда у нас стояла старенькая, но надежная стиральная машина, которая прослужила нам 15 лет, если я вот не совру, ну, может, ну, больше 10 точно. И нам как раз говорили, к сожалению, нет запчастей, вот берегите ее, как зеницу ока. Это действительно вот надежная машина, которая еще создавалась, когда, ну, не рассчитаны были на посменные через два года. Вот берегите ее, потому что запчастей не найти. Еще очень важный пункт. В соответствии с этими новыми правилами Европейского Союза производители должны будут гарантировать не только наличие запасных частей, но и должны будут обеспечить, чтобы ремонт можно было производить при помощи обычных стандартных инструментов. То есть что это значит? Действительно, вы можете обеспечить, условно говоря, стиральные машины запчастями, но чтобы, например, раскрутить здесь стиральную машину и поменять какой-то там деталь, необходимо какой-нибудь очень интересный специальный инструмент, девайс такой, да, который может стоить столько же, сколько новая машина. То есть просто так человек открутить заднюю стенку и что-то там поменять не сможет. Вот сейчас такая ситуация. Должно быть так, чтобы это мог сделать любой человек, просто-напросто взяв элементарные инструменты, которые могут быть у него дома. Ну вот... Говорят о мастере, который действительно может их свободно купить в любом магазине. Ну вот сейчас, мне кажется, компания Apple должна очень сильно напрячься, потому что как раз-таки позиция Apple была, во-первых, в том, чтобы люди чаще меняли девайсы, а во-вторых, что починка этого прибора может производиться только и исключительно в мастерских Apple, и нигде, ну то есть самостоятельно человек починить не может. Это, кстати, по-моему, вызывало вот претензии. Вот надо сказать, что Apple поняла, куда ветер дует, и предвосхитила момент. Она стала говорить о том, что будет отнащать свои мастерские необходимым количеством запасных частей. Ну то есть уже двигает движение вот в этом направлении. Формально не придерешься, поскольку там действительно тонкая работа, никто не будет покупать специальные лупы для того, чтобы там заменить раз в три года батарейку. Но мастер, который будет заниматься этим ремонтом, он может себе купить оборудование, повесить объявление, получить лицензию, например, стать авторизованным мастером. И тогда это уже будет условие Евросоюза соблюдено. А с учетом того, что сейчас Европейскому Союзу вот на зарез нужны деньги, то можно быть уверенным, что Европейский Союз будет очень старательно бдить за тем, чтобы правила его соблюдались и при возможности штрафовать. Да, то есть, как говорится, тут не все так просто. Есть еще один очень важный момент. Вы понимаете, люди говорят постоянно, сегодня вот в новостях европейских говорили о том, что проблема в росте безработицы. Необходимо что-то делать. Вот этот переход на удаленные виды деятельности привел к тому, что люди действительно стараются как-то найти себе, особенно люди, так скажем, 40 и старше, стараются найти себе какую-то работу, которую он мог бы делать не в, так скажем, не в большом коллективе. Когда еще всех вакцинируют, это еще неизвестно. Прямо скажем. Какие будут результаты через год-два, тоже неизвестно, потому что этот злосчастный вирус может мутировать и начнутся опять проблемы. То есть, мы уже понимаем, что верить в то, что пройдет полгода и наступит веселая, радостная жизнь, как раньше, очень сложно. Это у нас вот передают о том, что вот бедные летчики, пилоты, не летают, вынуждены пустые самолеты гонять, чтобы просто тренироваться. А вот, например, известно было, что, например, в Швейцарии те же самые начались программы переучивания, или, по-моему, в Западной Германии, переучивания пилотов на машинистов электропейзов. Уже вот нет никого надежды. А что делать? Пилотов много, самолетов мало, а вот электричек становится все больше. Ведь электричка – это же экологически правильный вид транспорта. И ходить они должны чаще. И людей нужно сажать реже. То есть, получается, что электричка должна быть другого типа. Многие сейчас начинают вспоминать поезда, которые ходили в Британии сто лет назад. И даже чуть побольше. Вспомните старые фильмы, которые именно настоящие, английские. Там ход купе был у каждого индивидуально. То есть, весь вагон – это были сплошные двери. И сейчас возникает мысль. Боже мой, вот она прекрасная мысль. Человек садится с семьей в одно купе, и ни с кем больше не сообщается. Но тогда нужно больше электричек. Больше электричек, больше людей, которые умеют водить транспорт. Причем быстро ходящий. Современный поезд может двигаться, как самолет, с той же скоростью. Значит, тут как раз пилоты и все. А пилотам все-таки тоже кушать хочется. Но через некоторое время запасы прокончаются, и вот тебе, пожалуйста, вариант. И вот тут-то как раз ремонт на дому, вот этот вот, да, вот, он становится спасением. То есть, занять людей. Потому что есть много техники, которую нужно чинить. Нужно и много людей, которые могут делать это профессионально. Далеко не у всех руки растут из правильного места, и далеко не все просто в силу своих навыков способны делать серьезный качественный ремонт. Ну и зачем, если у человека есть, допустим, какая-то своя профессия. Но либо ему выбрасывать эту технику, и потом тратить деньги на новую. Либо все-таки он позвонит, придет в нужный мастер лицензированный, и починит в конечном счете эту несчастную стиральную машину, заменит там фильтр или что-то еще, насос, и все будет гораздо проще. Ну и самое интересное, что этот мастер тоже, который, как говорится, потерял другую работу, он теперь может найти себе хороший кусок хлеба. Это тоже обдумывается, об этом говорится в Евросоюзе, что ремонтное, вот, право на ремонт, оно компенсирует вот эту автоматизацию производства. Как было хорошо сказано в работе британского экономиста Сюскинда, учите сделать то, что не может сделать робот. Его спросили, чего должны учиться молодые люди, и вообще люди среднего возраста. В наши дни он сказал, учите сделать то, что не может делать робот. И вот тут-то как раз и хотелось бы сказать, ведь несомненно, что среди наших слушателей есть люди, которые, например, могут реставрировать пианино. Или, например, могут починить ценную фарфоровую посуду. Ну, бывает, бьется. А надо клеить, тоже надо уметь это делать. Очевидно, я думаю, что появятся сапожники, которые смогут хорошо восстанавливать обувь. Качественную обувь, я имею в виду. Опять же, телевизоры. Много чего сейчас нужно. Вы знаете, появляются совершенно новые возможности. Например, в связи с тем, что стало все меньше и меньше русскоязычных каналов, все больше и больше людей, в том числе людей старшего возраста, начинают обретать эти самые приставки. Андроид-приставки для своих телевизоров. То есть, делая телевизоры, смарт-тв, по сути. Что дальше получается? Там кнопочек много. Там надо настройки набрать. И эти бедные люди, которые купили всю эту технику, они начинают искать, кто же им придет и настроит их телевизор. Производят инсталляцию и все такое прочее. Но, по сути дела, это тоже ниша. Я вам могу себе представить объявление? Инсталлируем эти самые... Инсталлируем IPTV в телевидении. И все. Кусок хлеба есть у человека. Еще самое интересное, что ведь специалист, этот же специалист, у него будет визитная карточка какая-нибудь. Он проинсталлировал, оставил телефон, все. И в какое-то время там что-то там нужно сделать апгрейд. Ему позвонили, он опять пришел, сделал. И если он не будет слишком большой мхопугой, то у него будет постоянный стабильный источник дохода. Потому что можно так посчитать, какая часть населения, ну, где-то, я не знаю, наверное, ну, порядка уж 30-50 тысяч потенциальных клиентов у него будет. Ну, людей, я имею в виду, кто смотрит русскоязычные каналы, ну, и в таком пожилом возрасте, кто мог бы воспользоваться его? Несколько, я думаю, что таких по всей стране, несколько сот тысяч, может быть. Потому что ведь это же не обязательно пожилые люди, да? Я просто знаю прекрасно молодых людей сравнительно, которые просто к технике, но никак. А ведь сейчас появляется все больше и больше требований, нормативов. Например, разговоры идут об электрической разводке сети. Нужно чинить эти бесконечные, бесконечные сейчас розетки нужно чинить. Понимаете, тут возникает, это уже идет этот процесс. Но вот закон о праве на ремонт, он его подстегивает. И, по сути дела, европейские социалисты, которые продавили этот закон, и говорят о том, что мы должны привыкнуть опять, что вещи нужно ремонтировать. Надо сказать, что сами корпорации, понимая ситуацию, тоже, в общем-то, не будут сейчас упираться, что называется, рогом, да, типа того, что нет, пусть будет все одноразово. Они же прекрасно понимают, что могут подножиться и на продаже всевозможного апгрейда. Представьте себе, меня поразило, сколько есть велосипед, а сколько всевозможных штучек, это не только к велосипеду и к машинам относятся, производят, например, китайцы и продают через свой Алиэкспресс. Это вообще какому-то уму непостижимо. И ведь видно, что раз производят, значит, кто-то все это покупает. То есть ты действительно приобрел велосипед, и ты можешь ездить на этом велосипеде. Тебе стало скучно, ты тогда заказал, сошел, оставил на два часа в мастерской или созвонился с мастером, и он тебе благополучным образом из этого обыкновенного стандартного дорожного велосипеда сделает такой двухколесный парафраз Перрари гоночного. Красивый, красный и весь такой. Надоел тебе, через год ты его делаешь в другом, как вовремя пустили. Велосипед остается. Меняются, возможно, навески какие-то. Но опять-таки, с одной стороны, человек за умеренные деньги получает то, что он хочет, а с другой стороны, работает промышленность, которая будет тоже производить все эти прибамбасы. И работает тот самый человек, который это вставит и убирает лишнее. Кстати, вот теперь тогда будет с этого мастера можно проще спросить за мусор. И об этом тоже говорят европейские специалисты. О том, что вот теперь. Раньше была стиральная машина, вот выкинули ее куда-то, да, или там разобрали на части, частями раскидали. Ну, потому что непонятно, что с ней делать. А теперь есть мастер. Вот он возьмет, открутил деталь какую-нибудь от своего, от вашего пылесоса или стиральной машины, или телевизора. Вот он теперь знает, что он это нужен будет в конце недели все эти детали отвезти, и ему еще копейки заплатят. То есть я хочу сказать, что мы сейчас видим реальный такой момент, вот этот момент, вот этот вопрос, что просто запонит, об этом мало говорят, но если бы это было бы, это была бы одна из главнейших тем в европейском информационном пространстве. Я думаю, что сейчас как раз есть повод как раз задуматься многим нашим слушателям о том, что они сами действительно могли бы делать. Тем более, что сейчас предложить свои услуги в социальных сетях не проблема. Я уже видел. И вяжут носки, варежки, там что угодно, да. Кто-то там может полы циклевать, или плитку класть, или еще чем-нибудь заниматься. Я вот видел, как человек один предлагал как раз вот велосипеды ремонтировать. То есть в принципе, с одной стороны, это не говорит о том, что наша жизнь становится убогой, и вот, господи, какие мы теперь такие, мы начинаем все чинить. Наоборот, это продвинутый логический взгляд на жизнь. А с другой стороны, это возможность действительно и сэкономить. Ну, в конечном счете, если ты что-то делаешь сам, или, допустим, организовываешь даже какое-то дело, это просто хорошо. Это стимулирует людей. Приходится шевелить мозгами. Когда человек просто купил где-то кофейник, пользовался кофейником, он сгорел, и он его выкинул, это гораздо менее тренирует мозги, чем если, когда у тебя сгорел кофейник, а ты после этого сидишь на телефоне, чтобы выяснить, где его отремонтировать. Ну да, но тем более, что мы все еще где-то на антресолях помним эти специальные грибочки там для штопания носок, которые были у наших бабушек, и были специальные приспособления, там наборы инструментов для того, чтобы что-то собрать и разобрать. И люди ведь, даже покупая машину, легковую машину, не всегда могли воспользоваться автосервисами, и в Советском Союзе, в принципе, ну, было очень много умельцев, которые могли в случае какой-то поломки прекрасно устранить, что-то заменить, в общем, это было, не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Ну, опять же, с другой стороны, посмотрите, например, для того, чтобы заменить масло и фильтр в машине, ну, обыкновенной нашей машине, да, с двигателем внутреннего сгорания, то далеко не все даже представляют себе, как это сделать, и это понятно, особенно людям, которые это никогда не делали, или хрупкой женщине, какой-нибудь девушке, ну, как она там будет водить, самучиться? Хотя, есть женщины, которые сто очков вперед и любому мужчине, автослесарю, дадут, но я говорю, в массовой ситуации. но вот если у нее есть телефон специалиста, который возьмет эту машину, знает, где ее поставить, где слил, перенесил, поставил, вернул, и весь вопрос заключается в том, что это очень важно, что у вас есть свой специалист. Вот женщины, кстати, меня поймут, когда женщины любят, чтобы у них был свой парикмахер. Что это означает? Это же означает очень много. Свой парикмахер – это мастер, который знает свою клиентку, что она, как себя она чувствует, как ее нужно себя преподнести, какие у нее волосы, какая у нее реакция на эти волосы. Свой врач. Я счастлив, что у меня есть свой врач, который знает меня с 1984 года. Вы представляете, когда врач знает пациента три с лишним десятка лет, он понимает, что с этим пациентом происходит лучше гораздо, чем вам скажет любой компьютер или база данных. Или же, например, очень важно, тот же свой автомеханик. Ведь многие люди как раз стараются, пусть это будет не самое шикарное здание, помещение, но они ходят к тем автомеханикам, которые точно знают, что они его машину постараются обработать максимально эффективно за умеренные деньги. Ну, именно для этого человека, поскольку они понимают, что заплатить владелец машины, которой 15 лет очень много, не может. И если его задушить ценой, то в следующий раз он будет искать более дешевого, ну, недорогого мастера. А зачем это нужно? Так он будет всю жизнь ходить со своими машинами. пусть они старенькие, но он будет все равно привозить, что-то там нужно починить, подделать, подлатать. Это, кстати, и создает вот этот вот культ мастера, который ценит свою клиентуру и работает в том числе и на качестве. в отличие от систем потока, когда ты делаешь одноразовые изделия, которые после того, как они, вот как вот эта лампа, ее невозможно, у меня в руках, ее невозможно починить, потому что она заклеена, запечатана. И тем, кто произвел ее совершенно по барабану, как она будет работать, что случится с ней, потому что это массовый поток. А мастер, это все равно, можно сказать, это индивидуальная работа, импошив. Поэтому я считаю, что это очень хороший закон. И я считаю, что движение в правильном направлении. И думаю, что очень многие и ржане, и наши слушатели, они, в принципе, и так уже сейчас пользуются услугами мастеров. Но вполне возможно, что многие сейчас задумаются над тенденцией и, может быть, предложат через какое-то время что-нибудь и свое. Ну что же, спасибо большое. Это был Константин Рангс, морской геолог, журналист, пишущий о науке, журналист просто и ученый. Мы говорили сегодня вот о том законе, который уже с 1 марта 2021 года вступил в силу, оправлен ремонт. Спасибо большое и до новых встреч. Всего вам доброго. День в день.